Когда сестра Виленского Гаона пришла его навестить после того, как не видела его 25 лет, напомню, что тогда не было ни телефонов, ни интернета, 25 лет он не видел ее, и она не видела его. Когда они встретились, он вышел из своей комнаты, в которой обычно учился, и сказал, «Дорогая сестра, прости меня, я рад тебя видеть, но в этом мире мне очень дорога каждая секунда. Позволь мне вернуться к учебе Торы». Когда мы встретимся в истинном мире, мы сможем много и нормально поговорить, поделиться воспоминаниями, рассказать о происшедшем, и она согласилась. Она знала, кто ее брат, и оставила его, чтобы он продолжил изучать Тору. Шалом, дорогие друзья! С вами Давид Плискин, в прямом эфире из святого города Иерусалима. Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста, от 1 до 10. Шалом, Олег, из Петербурга, я тоже из Петербурга. Олег Шолин, очень приятно. Ирина, шалом. Как видно, как слышно, напишите, пожалуйста. Шалом, Анна. 10-10, отлично. Дорогие друзья, сегодня на пороге недельная глава 2 Рим. 1 Рим, которая означает слова. В единственном числе получается ДОВАР. В 2 Рим единственном числе ДОВАР, да? Слово ДОВАР имеет два значения. Это слово и вещь. Это намекает на то, что у каждой вещи есть слово, которое эту вещь оживляет. Благодаря данному слову есть данная вещь. Наши мудрецы говорят, что слова, которые мы произносим, напрямую влияют не только на нас, но и на весь окружающий мир. Лучше всего на нас и на все миры влияют слова ТОРЫ. Виленский Гаон понимал это лучше нас. Понимал, что такое слова ТОРЫ. Поэтому всю свою жизнь он не позволял себе даже секунду потратить зря. Без изучения ТОРЫ. Интересный эксперимент провели в Израиле. Взяли прибор, который измеряет ауру человека. По цвету ауры можно понять, какой человек находится перед нами. Если аура красного цвета, то человек очень приземленный. Обычный цвет ауры это желтый или зеленый. Затем идет лазурный и синий. А самый высокий цвет ауры это фиолетовый. В Израиле провели интересный эксперимент. Что девушка читала телефонную книгу. Просто смотрела там телефон, читала. И сразу же после этого переходила на чтение Таилим. Псалмы царя Давида. Таилим это неотъемлемая часть Танаха. Что показал прибор потрясающе. Как только девушка переходила на Таилим, ее аура становилась фиолетового цвета. Самый высокий цвет, который встречается у обычного человека. Есть еще бело-золотистый, но это вообще очень редкое явление. Аура человеку, который изучает Тору, естественно, тоже становится фиолетового цвета. И то же самое аура еврея, которая одевает филин и молится, она становится фиолетового цвета. Представляете? То есть влияние заповедей, влияние молитвы, влияние изучения Торы на нас уже можно зафиксировать с помощью приборов. Мы знаем, кроме того, что воздух влияет на человека. Написано, что воздух земли Израиля умудряет. Это говорят наши мудрецы. В Израиле на эту тему привели еще один интересный эксперимент. Взяли воздух с трех мест. С кладбища, со стадиона, во время, когда болельщики очень злились на игроков, и из Ешивы. Ешива – это еврейская духовная академия. Дали участникам эксперимента подышать этим воздухом из специального приспособления. Естественно, никто не знал, какой воздух он вдыхает. И попросили записать свои мысли после того, как он подышал этим воздухом. Что получилось? Те, кто подышал воздух в кладбище, написали депрессивные мысли, мысли о тяжести потери. Те, кто подышал воздухом стадиона, написали мысли, выражающие злость и негодование. Те, кто подышал воздухом Ешивы, написали мысли, полные надежды и радости. Кто-то слышал о японском профессоре Масаро Эмото. Я помню, еще лет 10 назад я видел его фильм. Называется «Вода». И его открытие упоминается в этом фильме. Он говорил слова с разной эмоциональной окраской над водой, затем замораживал эту воду при температуре минус 25 градусов, и затем фотографировал то, как эта вода выглядела в микроскопе. Потрясающе, что позитивные слова вызывали в воде гармоничные красивые формы. И наоборот. Мы знаем также, что слова могут раскрасить и раскрыть физические и душевные возможности человека. Примерно в 1852 году ученые всего мира пришли к выводу, что человеческое существо не способно прибежать милю, милю это 1609 метров, быстрее, чем за 4 минуты. И доказательств тому было множество. От скорости усвоения кислорода легкими и до возможностей человеческих мышц. 6 мая 1954 года спортсмен из Великобритании по имени Роджер Баннистер пробежал милю за 3 минуты 59 секунд. Около 100 лет до этого бегуны всего мира всеми силами старались выбежать из 4 минут на дистанции миля, и все их попытки оказались безуспешны. Так что же такого сделал Роджер Баннистер для прорыва? В своей книге The First Four Minutes первые 4 минуты Баннистер пишет о своем выводе. Главное, что мешало ему сделать прорыв к успеху, это неверие в свои силы. Это то, что он пишет. Роджер понял, что основная причина, мешающая его прорывы, таится не в теле, а в психике, в настройках ума, а точнее в глубоком подсознательном убеждении, что он не сможет пробежать милю быстрее, чем за 4.00 минуты. И тогда Роджер Баннистер добавил к своим физическим тренировкам сеансы самовнушения. Исследователь Баннистера Чарльз Граффит пишет, что Роджер каждый день по несколько минут занимался повторением аффирмаций самовнушения. В результате Роджер побил мировой рекорд. Но самое интересное случилось после. В течение года еще 37 человек пробежало милю быстрее, чем за 4 минуты. Представляете? А в следующем году их было около 300. Я поправлю. В течение месяца 37 человек, а в следующем году их было около 300. Например, уже 21 июня 1954 года, можете проверить в Википедии, мировой рекорд был побит Джоном Ленди из Австралии. Как вы это объясняете? 100 лет никто не мог выйти из 4 минут на милю. А сегодня по данным Википедиям рекорд уже 3.43. Объяснение потрясает. Весь спортивный мир на протяжении 100 лет был настолько скован убеждением, что быстрее 4 минут пробежать милю невозможно, что оно не позволяло физическим возможностям их проявиться. Это убеждение не позволяло спортсменам бежать милю быстрее, чем за 4 секунды. Такова сила слова, такова сила убеждения. Есть вопросы? Так, сейчас посмотрим, что мне написали. Всем прекрасного настроения, удачного вечера. Да, взаимно. Дорогие друзья, если есть вопросы, пишите сейчас. Я с удовольствием отвечу. В общем, сила слова – это очень интересная тема. Написано, наши мудрецы говорят, что союз заключен с устами. Союз, то есть Всевышний, слышит наши слова и выполняет их, да, по большому счету. То есть слово, особенно еврейское, оно очень сильно, оно влияет и на него, и на весь окружающий мир. Ну и тем более, как мы уже сказали, когда еврей изучает Тору, когда он молится, когда он использует силу свое слово для того, чтобы исполнить волю Творца, это потрясающее положительное влияние на мир. И, дорогие друзья, сейчас у меня для вас есть интересное предложение. Кто хочет не только знать о силе слова, но и научиться использовать эту силу в своей жизни для перехода на новый уровень жизни, в области финансов, в личной жизни, в области здоровья, карьеры, раскрытия талантов, способностей, или даже исполнения своего предназначения на основании еврейской мудрости, конечно, и современных научных достижений. Это то, что я предлагаю вам сделать. Хотите? У меня есть для вас хорошая новость. Кому интересно, подключайтесь к WhatsApp-группе, которая называется «Золотое мышление», в которой я вам расскажу эту новость, расскажу, как вы это можете сделать. Ссылка есть в описании урока. На всякий случай я сейчас вам постараюсь эту ссылку скинуть в чат. Давайте попробуем. Так. Да, вот уже. Вот уже Виктория интересна. Так, я сейчас пытаюсь это скинуть в чат для вас. Сразу нажимайте на эту ссылку. Вот эта ссылка, пожалуйста. Нажимайте, переходите. И в конце концов я постараюсь вам передать информацию ценную. Спасибо всем, кто принял участие в этом эфире. Если вам был полезен этот урок, отправьте его друзьям, чтобы они тоже смогли получить ценную и полезную информацию. Я желаю вам всем пользоваться силой своего слова только в соответствии с волей Творца. И будьте счастливы! 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 ! дублю! Счастливы! Продолжение следует...